доброго здоровьица 17 июня конечно хотелось бы как-то все это чтоб побыстрее шло все хочется побыстрее но не всегда получается чтобы как-то досконально разобраться в этом вопросе итак три часа проснулся кисти обоих рук сильно зудят и чешутся на правой левой кисти появился несколько прыщика реакции на смесь керосина с дегтем который намазал кисти перед сном и так-то все просто грибок бегает по всему организму 7.35 подъем спал удовлетворительно ноги не беспокоили кисти рук перестали зудеть и чесаться язык с белым налетом прополоскал солевым раствором полынью 8.30 прополоскал горло марганцовкой 8.55 сода чайная ложка внутрь в 9.18 зира пол чайной ложки 9.55 стул сто процентов легко в одно натушивание первая часть колбасообразно вторая часть каши чуть студенистой консистенции чага зира все коричневого цвета запах чаги зиры и канализации все перемешку показался тухлый запах рыбы обнаружен слезеподобный обрывок нити длиной около 5.7 сантиметров а вот это вот уже может быть разлагающийся глист 10.30 сухая чага чайная ложка 11.00 солевой раствор с полынью полоскания 11.30 горло гноник в области левой гланды сохранился но кажется несколько побледнел не такой белый область правой гланды покраснение чуть побледнело об области правой миндалины которая была в зачаточном и вялом состоянии только начала оживать появился гноник подобный тому что на левой миндалины лед тронулся кроме этого при максимально широко открытом арте ощущается тяж от правой гланды и вниз по шее груди видите как все там проросло в организме мы вот так думаем что мы живем все у нас тут нормально все у нас хорошо но на самом деле кабней чуть поголубже и вот такие вот вещи практически у большинства из нас могут обнаружиться 12.00 ванночки для стоп дуб плюс смазывание стоп дегтем над этим пальцем левой стопы на месте волдыря остался еще небольшой валик при надавливании выдает боль на других пальцах уплотнений не обнаружил 12.30 керосин на глоток плюс дегать пипетку полоскание горла а также смазал кисти правый локоть и лишай где ранее было покраснение а сейчас стал почесываться возле носа слева человек переболел лишаем в далеком детстве а он там думает все прошло нет лишай как был так и остался он продолжает вести свою разрушительную деятельность при полоскании керосином с дегтем сразу идет легкий обжигающий прогревающий эффект который проходит через несколько минут затем идет работа в области гланд после этого через время несколько раз случились кратковременные приступы кашля 17.30 солевой раствор с полынью полосканием на 18.00 керосин плюс дегать полоскание также смазывание кисти правый локоть лишай 21.00 настой чаги 250 грамм 21.30 настой солевые ванночки для стоп дуб плюс дегать на стопы 23.00 дегтярная вода 150 грамм 23.30 дегать плюс керосин полоскание также кисти правый локоть или шай и того ножки положительная динамика осталось всего немного в области третьего пальца небольшое уплотнение в горле кажется намечаются некие подвижки посмотрим подключая дегтярную воду эдуард показан язык и вот выходят разного рода паразитические образования напоминающие так стопы стопы довольно таки хорошо выглядят это радует далее стопы в 22 часа очень хорошо право эдуард пишет правая здоровая ступня левая почти здорово это прекрасный результат язык не сдается гланды расшевелились попробовать чесноком пожевать пару раз такая доза чтобы не спалить слизистую пол зубчика разжевать и подержать если какой сон сообщать это мой был такой ему ответ 18 значит спал удовлетворительно 8 часов проснулся язык с белым налетом полоскал солевым раствором с полынью затем марганцовка и кстати сон на ладони левой кисти в области основании пальцев образовался большой волдырь жидкостью внутри подобный тем что были на стопах подумал но вот опять началась дегтярная вода начала действовать сода зира дегтярная вода то есть все мы описываем все мы описываем будем останавливаться на интересных моментах вот значит после стула обнаружил пару вяленых цист и много слизи в виде нити много слизи в виде нити это может быть разлагающиеся глисты этих паразитов травим травим и они как 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 были так и есть вот что он пишет правая стопа здорово ура то есть месяц лечения ушел хорошенько промассировал и мочалка с дегтярным мылом замечательно что касается горло то там инфекция вовсю один сплошной гнойник вот но что хорошо что ланда визуально миндаль на справа очень бледно похоже на вся пронизанная инфекция и представляет собой один сплошной гнойник но оживает раньше и вообще не существовало сейчас обретает форму то есть вот эта вот мерзость может сожрать ланду запросто это частенько бывает далее также идет керосин дегать полоскание все тоже все также и того на левой стопе в области основания третьего пальца осталось небольшое уплотнение горло язык без изменений идет работа чаще обычного стал покашливать фотографии язык утром и цистый слизь со стулом вот они выходят язык то белый это говорит о том что грибница переполнен организмом что ему написал 19 июня дело идет это главное мы часто не понимаем насколько поражен организм и сколько надо предпринять труда чтобы полностью стать здоровым не залечить а вылечить поэтому работаем и как видно работа идет положительном русле хотя возникает все новое и новое скрытое от глаз и поверхностного понимания поражение организма и их связи поэтому важно следить за всем особенно за с нами работать осознанно со своими сновидениями относиться с пониманием к близким порой для них это чуждо и дико но важно спокойно и не навязчиво обойти эти моменты часто такое бывает человек начинает заниматься своим здоровьем и начинают близкие его семья смотреть на него какими-то совсем другими глазами говорит что у него что-то там за головой случилось стал заниматься каким-то там сектантством и прочее прочее помочь не могут но зато вот все это могут высказать еще добавлю ланды надо потравить чесноком либо хреном то есть жгучим поэтому через два часа немного пожевать пожевать и сжечь разрыхлять дозировка важно чтобы слизистую не сжечь значит можно дегать так разбавить чтобы он чувствовался но не жёг слизистую это уже каждый человек индивидуально должен подобрать для себя и так полоскать во рту по пять минут разу пять в день а то еще и больше например две три капли дегтя на столовую ложку воды можно и с маслом попробовать а масло тогда брать чайного так девятнадцатого значит он сообщает что проснулся один от дискомфорта в левой ноге опять тяж от первых трех пальцев до колена боли как такого нет но дискомфорт сильный промучился пару часов стул во всех трех частях стула слизь особенно в конце слизи очень много значит дегтярная вода начала работать гнать вот этих всех паразитов пришла мысль смазать еще пупок керосином на ночь можно смазать в районе пупка как раз вот и обитает разного рода паразиты которые там паразитируются в двенадцатиперстной кишке там часто бывают аскориды в ванночке с дубом делает пишет что средний сустав второго пальца левой стопы увеличен и тугоподвижен много лет при надавливании вы даете прямую боль полагает что сустав полностью поражен грибком вот как бывает далее дегтярная вода получим керосином дегтя и значит 23 35 он положил ватку с дегтя на пупок на ночь далее перечисляется что он делал в течение дня в ванночке для стоп плюс дега два раза один раз утром просто с отваром дуба полоскание горла керосином с дегтя в два раза шалфей три раза солевой раствор полыни два раза водичка с керосином и так далее значит этого положительная динамика в состоянии левой стопы продолжается языки горла без изменений идут фотографии язык утром и слизь со стулом так выброс жидкой мути желчу опять одна слизь так левая стопа 8 45 это она же в 22 30 то ему пишу дуб мало эффективен горячая солевая ванночка на пораженную ступню а после нее дегать соль должна тянуть из ноги жидкость а вместе с ней и грибок дуб кожу дубит но не тянет нам нужна тяга точно так же и горло полоскать а потом смазать керосином или дегтем и такой вариант делать почаще то есть я разъясняю а то он делает ванночки с дубом ну и что что дуб да ничего толком толком на грибок это ничего не будет влиять а нам надо чтоб на грибок влияла значит 20 июня все также 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 все идет во время значит стула что он видел и множество крупных цист я таких еще не видел а также цист поменьше или же без жидкости внутри одна оболочка что их панала дегтярная вода или дегать на пупок а вот видите как раз вот новенькая мы применили вот смотрите что происходит вот давайте немножечко разберем с дегтярной водой человек выпил дегтярную воду это дегтярная вода может просто-напросто всосаться в кишечнике и не дойти до тех его отделов где вот засели эти цисты слизь паразиты листы так далее зато когда мы с вами на пупок положили и вот эти все вот как бы сказать запахи они легко и просто проходят через нашу кожу внутрь и они создают душняк это очень важно понимать и вот как раз это позволяет сорвать всю эту мерзость которая не сдится в районе под пупком то есть где-то допустим в нижних отделах тонкого кишечника и погнать их вон видите только одна процедура была сделана видите как она сработала далее идут значит перечисления солевые ванночки полоскание солевым раствором керосин чеснок и все что он делал то есть грубо говоря в 16 15 17 0 17 15 20 20 40 22 30 и в 23 то есть все идет применение этого в левой стопе положительная динамика уплотнение на пальцах осталось чуть-чуть дожать горло по-прежнему не сдается что он пишет самочувствие и настроение в целом хорошее я спросил как самочувствие настроение но ловлю себя на мысли что я несколько зациклился от некоторого однообразия полоскание ванночки прочая рутина какая-то умом понимаю что только так пусть рутина одно и то же по миллиметру по капельку шажок за шажочком иду к цели полному оздоровлению своего организма освобождение его от грибка и прочих паразитов создавая им ежесекундное давление прессинг как в боксе он боксом занимался невыносимый душняк кто кого вот действительно кто кого а по большому счету я счастлив чудеса со мной продолжает случаться буквально каждый день вот сегодня например утром избавился от целого отряда паразитов цист и слизи это ли не чудо днем иду по улицу понимаю в ощущениях что у меня совершенно другое тело руки и ноги лучше как и должно было быть изначально дано при рождении это такие эмоции до слез и благодаришь всевышнего а кого же еще он откликается сразу без промедления для меня пока это не совсем объяснимые вещи но это так если бы мне еще год назад сказали об этом я бы не поверил большую роль в понимании этого сыграли ваши книги в них очень просто и понятно для меня все объяснено ничего подобного не читал у меня стала другая походка осанка все суставы гибкие мышцы расслаблены ручки и ножки легкие чудеса вчера встречался со знакомым три месяца не видел многие по глазам вижу меня не узнают разглядывают а понять что именно произошло не могут чудеса а сны а ваши рекомендации советы они понятно откуда возникающие мысли поздравлению информация идет просто поток порой не успеваю обрабатывать стараюсь сразу записывать а потом разбирать очень интересно так и надо поступать записывать записывать а потом все можно будет как-то это все обмозговать и так язык утром и цисты в утреннем стуле вот они цисты да действительно огромное цисты а вот как как своеобразные такие виноградные грозди вот она там сидит себе и посасывает и посасывает а может потом превращается в какую-нибудь другую ерунду ступня левая 830 далее ступня левая в 2230 как бы сказать человек полечился и ведь что стопы более-менее стали нормально ну и и хватит я ему пишу если все бросит и успокоиться на достигнутом этом раз вновь отрастет настрой хороший так держать вот то что вы стали ощущать и есть истинная жизнь подавляющее большинство погрязли в мелочной суете и понимают для чего они живут и зачем живут чтобы их взять в смысле вот этих паразитов увеличил дозу тмина сделал бы разок лёгонький массаж вокруг пупка с дёгтем массаж вокруг пупка с дёгтем минут на десять а потом бы смыл ватку с дёгтем оставил при этом чтобы не было раздражение кожи приложил бы чистую вату а в центре дёготь в противном случае если держать долго на коже может образоваться раздражение цистах на что они похожи вот я ему показываю что они похожи вроде как на лямбли что можно использовать против них льняной кисель я посмотрел цисты похожи на лямбли и потому их так много что они буквально выстилают слизистую тонкого кишечника смотрите фото и на них начал действовать дёга через пупок они дух плохо переносят дёгтя почему их не так хорошо берут принимаемые средства потому что они быстро проскакивают через тонкий кишечник так сказать рикошетит нужно средства локального воздействия и ватка в дёгте на пупок хорошо чтобы проверить эту версию лучше сделайте массаж живота с дёгтем как я ранее рассказывал далее надо будет приготовить льняной кисель посмотрите как это делается семя льна в аптеках завались и так льняной кисель готовят на пол стакана киселя капните 2-3 капли дёгтя и принять кисель смажет слизистую тонкого кишечника и накроет колонию лямбли так делать первый день 4-5 раз и посмотреть на эффект кстати им можно и горло полоскать думаю это даст новый толчок в деле избавления от паразита и исцеления организма 21 июня три часа просыпался в области живота чуть выше пупка ближе к солнечному сплетению дискомфорт при прощупивании живот плотный напряженный без боли принял черного тмина чайную ложку ноги не беспокоили то есть вот как раз в этой области и гнездится вся эта паразитическая зараза стул мне понравился ничего не обнаружил кроме небольшого количества слизи в конце стула это хорошо в 11-15 солевой раствор плюс льняное масло с дёгтем плюс чеснок значит уплотнение на левой ноге еще держится в 12-15 ягоды можжевельника жую в 14-10-15 27 и 17-00 солевой раствор воды плюс керосин на гвоздейке керосин с дёгтем льняное масло с дёгтем вот что он пишет поймал себя на мысли что учусь заново понимать пользоваться своим новым телом руками и ногами это как в детстве учишься ездить на велосипеде во время мытья посуды заметил что руки двигаются быстрее чем я успеваю подумать о последующем действии не успел подумать а руки уже все сделали смешно чудеса так значит в 20-50 он сделал массаж в области пупка с дёгтем 10 минут плюс смазал пупок дёгтем наложил чистую ватку и заклеил послеоперационным пластырем значит кисели семени льна молодец принял вегтярная вода черный тмин кисели семени льна с дёгтем плюс полоскание горла это было в 23-45 значит положительная динамика в области от этого пальца уплотнения едва прощупывается но она есть налет на языке сбавляет обороты горло гнойник слева держится гландо справа становится менее красной миндалины потихонечку восстанавливается язык прислал утром белый так в 7-50 стопа лево лучше выглядит 22-30 совсем хорошо парить ноги не лениться 22 язык это ноги сегодня 8 часов в области от этого пальца левой стопы еще немного прощупывается уплотнение по типу жировичка вот они можно за 22 июня сравнить ноги вот они какие практически нормальные рекомендую стопы не лениться парить обе стопы эдуард пишет я говорил лямбли это нет он говорит это не лямбли они в длину от 8 до 14 микрометра вот то есть они очень маленькие думаю это просто какая-то зараза вирусы бактерии спрятались вот такой оболочки от соды значит которую он принимал более двух лет жаль не снимал в это время из меня вылетала полные унитазы несколько месяцев подряд вот этих всех цист ого это когда я только соду начал принимать вот это да видите что тут что насколько можно иметь пораженный кишечник значит меню одного дня вот он пишет за 22 июня после приема соды тми на полоскане воды теплой около 300 грамм и прочее идет завтрак сейчас это около 9 часов раньше до коронавируса в 7.30 завтрак чашка 250 грамм кофе 1 чайная ложка сахара молотый в зернах каждое утро несколько лет кофе пьют только по утрам и никогда больше белый хлеб батон со сливочным маслом всегда мед обязательно без меда не могу уже третий год пошел раньше совсем не ел а теперь не могу организм просит чем связаны не пойму мед как правило также только утром это скорее всего связано с перевозбуждением ветра редко каша геркулес сыр домашняя птица это завтрак не изменен в 2-3 года около 13.00 обычно чай черный с травами плюс печенье пряник что есть или без них немного пару штук обед промежуток с 15 до 18 часов такой обед салат из капусты с луком и морковка и прочим салат из редьки с морковкой если есть куша отдельно в начале далее борщ щи куриный суп с фасолью хлеб 2-3 кусочка гречка пюре с морковкой спагетти реже рис с курочкой домашними котлетками рыбкой надо то есть это идет перечисление не обязательно это все сразу съедается кушай при этом любое первое любое второе но не все вместе выбираю что-то одно к салату это не относится мне хватает ем плотно порции нормальные не маленькие но при этом чтобы не день не было дискомфорта после ничего не пью минимум полтора часа до обеда могу выпить воды минут за 15 больше ничего не ем только могу до 20 00 максимум чай с двумя чайными ложками сахара на травах с одним пряником а то и без в основном в воду полта литра в день примерно за последний год сильно сократил на три четвертых хлеб раньше ел булками сахар почти исключил мед вот и все в основном так около последних двух лет за 22 июня все тоже самое значит что он еще пишет уже несколько дней обращаю внимание на то что анус геморрой стал подобранным не вываливается в тонус и во время испражнения геморрой не выпадает но я перестал сильно тужиться напрягаться во время стула периодически дел упражнения по втягиванию и стимуляции ануса значит стул должен быть действительно без напряжения если человек тужиться это говорит о том что произошло перевозбуждение ветра каловые массы пересохли поэтому трудно выделяется человек должен тужиться это как раз ведет вот к тому что начинает вылазить геморрой и прочее 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 поэтому важно следить за стулом стопы ног так смотрим на левую какая она я приближаю ее чтобы лучше вид ну вот только сустав средний на втором пальце от большого он увеличен а так так можно сказать стопа новенькая красивая говорю надо парить 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 пробовать травки побуриваясь запаривать и и также полоскать и так он пишет вот какое дело все думаю зайти цисты покоя не дают вчера мысль мелькнула когда допивал домашний лимонад состав лимонада входят апельсины грейпфрут вчера пью лимонад и беру последнюю дольку апельсина стал разглядывать никогда этого не делал и вижу что она состоит из цист структура очень похожа но я до конца не поверил и съел а сегодня опять цисты всего три подозрение закралась крупные цисты вышли в субботу а я пил лимонад и ел из него дольки апельсина и грейпфрута тоже не помню когда в четверг или пятницу одна из цист была красная цветка грейпфрута до конца получается не переваривается сейчас расковыряла ремонт и он тоже состоит из цист очень похожи вот такие наблюдения но с февраля выходили цисты это точно так как я цитрусовый не ел это не моя пища они валили каждый день вот но может вообще быть такое что у человека что-то плохо переваривается и выходит но я думаю что касается лимона и вот этого грейпфрута нет тут должно все переваривается нормально тем более он пишет что с февраля выходили цисты это точно а цитрусовых не ел на лямбле это не похоже эти цисты они слишком крупные какая-то ерунда и причем ерунда нездоровая вообще-то до конца такой предмет как паразитология он еще не понят столько различных паразитов то считалось что только одни бывают потом к ним добавились другие потом из одних получается третье то есть идет какая-то трансмутация так за 23 все то же самое он продолжает что он пишет могу управлять двигать по своему усмотрению вторым пальцем левой стопы впервые за много лет уже не помню на правой стопе пальчики двигаться хорошо язык утром цисты которые повылетали нет они не похожи на дольки апельсина лимона ступни в 8 часов ступни в 22 30 практически здоровые я ему пишу попробуйте сильно распарить ноги вот какая температура воды и горло прополоскать такой температуры чтобы не вредило градусов так 45 для того чтобы все это как бы проникло и так что он отвечает 24 июня но я самого начала распариваю в воде максимально горячей температуры правильно чтоб все там проникало перекис водорода обычно трех процента работает как мощный окислитель мгновенно убивают все микробы и бактерии выжигает все биологическое видел недавно как шипит кровь если на нее полить перекис я беру пузырек и прямо струю обливаю горло обильно а затем полощу рот выплевываю язык небо все в белой пене покраснение не пенится через 35 минут полощу водой и язык розовый из личного опыта когда горло конкретно прихватит невозможно уже глотать кол стоит поливаю перекисью горло и через пять минут как будто ничего не было вот такие чудеса кто-то говорит что она мол все сожжет ничего подобно весь дискомфорт если он и бывает проходит течение 15 минут латать конечно не стоит кстати подобным действием обладает и хлоргексидин надо будет попробовать совсем о нем забыл очень эффективно перекис применение для ушей при любых болезненных состояниях ушей или проблемы слуха серные пробки растворяет закапываешь перекись прямо в ухо если там грязь то пошипит ватной палочкой почистишь и все исчезает мгновенно одна моя знакомая мучилась болью в ушах несколько дней больницы поставили отец и выписали кучу дорогих лекарств результат ноль посоветовал ей перекись она послушалась и залила через 15 минут приходит все прошло боли нет и слух прибавился настолько что она испытывала весь день дискомфорт все хорошо стало слышать говорит в ушах только пошипела и перестала чудеса лично я заливал себе в здоровые уши ради эксперимента в одном ухе прошипела немного слух чуть добавился никаких побочных явлений кроме этого перекись водорода я принимал внутрь около двух лет параллельно с соды сейчас пока не принимаю с февраля этого года когда начал противопаразитарку почувствовал что будет перебор результаты замечательные но сода и перекись это отдельная тема для разговора обязательно напишу когда-то свой личный опыт по их приему учился на книгах неумывакина ивана павловича специалист большой буквы ни разу не обманул все в точку проверял на себе собственно с него все и началось более двух лет назад вот видите все это работает перекись водорода все это хорошо как раз я поинтересовался как это все работает но вот видите что касается грибка как грибок был так он и есть то есть что-то берет как бы сказать что-то действует очень хорошо на какие-то там грубо говоря там микробы или на при каких-то там заболеваниях вот например как на уши а в других случаях она ведь вот просто-напросто ничего не делает и это надо учитывать своем оздоровлении применять именно те средства которые против него направлены конкретно они в общем не в целом а то и получается что лечим лечим на толку никакого нету так 24 июня сон только закрыл глаза спать и ту же картина сон как вспышка мгновения у меня в руках кинжал как у джигитов как кавказцев лезвие обоюдоостро прямое клином сталь белая серебристая ручка в узорной серебристой чеканке этим кинжалом я протыкаю себе живот по саму рукоять прямо в пупу боли нет крови нет страха тревоги тоже нет я тут же очнулся скорее не от страха от неожиданности происходящего поначалу подумал привиделась а чуть позже осознал что это было видение не пойму почему мы направили свое действие именно на вот это разблокировать пупочный вот этот узел где там гнездится разного рода дрянь вот такой сон что он там провел наконец-таки нужное правильное действие 24 в сон в 4 часа второй сон значит в подвале подсобки магазина женщина продавец в белом халате принимает молоко пакеты молока лежат в поддоне у экспедитора молодого мужчины светлорусы темной спецовки простой и немного наивный женщина очень полная я бы сказал очень жирно сидит ко мне спиной лица не вижу положила накладные прямо на пакеты молока и пишет что-то не разберу размашистым почерком буквы большие округлые я у нее за спиной и лицом к мужчины наблюдая экспедитор мужчина спрашивает а возможно что я получу зарплату больше чем положено ведь я тоже много работаю я засмеялся ответил нет а вот меньше можешь штраф и тому подобное в лучшем случае получишь как договорились хотя есть вариант получить больше но если ты например спасешь жизнь генерального директора на которую работаешь и он выплатить я премию женщина ничего не сказала потом я чуть файе гипермаркета рядом со знакомой девушкой и она искала подарок кому-то я сказал ей что очень хороший вариант подарка это подарочный сертификат на спасение жизни и показал ей его в виде обычной пластиковой карточки бежевого цвета по типу банковская она со мной согласилась что это очень хороший подарок и обещала об этом подумать потом к ней обратились гости кафе где она работала администратором с размером старых денег которые уже не в ходу она взяла у них пачку купюр незнакомые похожие на фантики и передала охраннику чтобы он разменял в кассе попросили еще кофе с собой охранник отошел и тут же вернулся сказал что денег не хватает все засмеялись хоть я видел что гость обманывает и знает что денег не хватает обратили все в шутку конец вот такой вот сон а вот что и интересно ему сказал жирная женщина на на молоке молочная матка была показана непосредственно разумное начало паразитическая которая имеется в организме она делает свое дело но это мое мнение и того левая стопа на третьем пальце сверху и втором пальце справа сбоку на суставе под кожей студенистая субстанция с каждым днем меньше но уходит медленно плотных образований уже нет на правой стопе образований не наблюдаем горло держится и так далее языка это что что выходит 8 часов стопы ног ну практически тут у меня фотографии тут маленькие практически выглядят нормальными а вот в 22 00 значит здесь стопы это левая стопа и как раз вот эти вот от большого пальца считаем второй палец утолщение на суставе и на третьем среднем пальце тоже есть утолщение то есть тут еще надо все это дело вывести я рекомендую сны интересные вот что касается области пупка там матка молочницы не поленитесь и завтра раза три минут по пять промассируйте или повтирайте деготь в живот особенно вокруг пупка обязательно смывайте чтобы не было раздражение а ватку в дегте можно держать но так чтобы дегать не касался кожи может раздражение появиться как самочувствие в целыми настрой спрашивал самочувствие настрой в норме он отвечает 25 20 пол удовлетворительно ноги не беспокоили и пошел что он делал делал дел молодец делает буквально так и так если кратко перечислить 11 30 12 12 45 13 50 17 45 18 00 18 18 45 19 00 20 30 21 50 22 30 22 45 22 50 23 то есть все идут процедуры то полоскание то прием то еще работа кипит так и должно быть то у нас тут язык тул язык и похоже на цисты до стоп 8 40 стоп в 20 00 получше так вот от эдуарда 26 июня пришло письмо он пишет вибрационный ряд на грибок не стоял уже несколько дней большой дефицит времени но чувствую что это необходимо каждый день собираюсь и не успеваю как будто кто-то специально тормозить пришло письмо мы как раз разговаривали о горле вот что он пишет покраснение справа которая дает тяж вниз по шее возрастом не менее 10 лет чувствую это интуитивно воспоминание прочее жаль сам себя в принципе никогда не осматривал у врачей всегда норма да и жалоб особых никогда не было к такому выводу я пришел несколько дней назад а вчера мелькнул мысль а может она вообще у меня развивается самого детства в два месяца фурункул на ник на шее справа зрение стало падать со школы первый-второй класс и правый глаз всегда верил хуже лево до настоящего времени то есть правая сторона тела какая-то подозрительно больная вся заспазмирована аж до поясницы правый локоть при вращении всегда выдавал посторонние звуки шелчки так далее дискомфорт а я все это списывал на бокс и только сейчас после чистки печени пошло общее расслабление положительная динамика идет по нарастающей каждый день например пальчики на руках расслабились и выпрямились ранее скрюченные были ё-моёс на ногах пальчики стали такие подвижные в суставах как в детстве пина расправляется правый локоть гораздо лучше и удар как надо я в восторге чудеса что если в два месяца был фурункул это говорит о том же на анаэродная инфекция уже двухмесячного возраста начала циркулировать по организму и делать свое вредное дело а в связи с этим я попросил его перечислить все свои заболевания которые у него наблюдались которые вообще помнит это очистки печени и что это такое я узнал совершенно недавно в марте этого года из ваших них 0 5 0 4 20 впервые в жизни сделал чистку печени классическим методом вышло всего пять камней и только клизму еще не применял но результаты были хорошие гибкость легкость в теле расслабление мышц и прочее я ранее описывал но все же было у меня некая неудовлетворенность недосказанность в этом вопросе поэтому воспользовавшись вашим советом подготовил и провел чистку печени второй раз в жизни 4 мая двадцатого года по методу буревы уже с применением клизм за месяц подготовки освоил их применение по поводу клизм хотел бы сказать следующее как жаль что мне об этом раньше никто ничего не рассказывал и не объяснил за это вам отдельное спасибо человеку нужно не лечение но разъяснение воистину так теперь что касается тмина воспользовавшись вашим советом принимая его с февраля этого года зиро тмин черный или серый регулярно с утра натощак до настоящего времени поначалу принимал по одной чайной ложке сейчас по половине по 1 3 чайной ложки достаточно результаты следующий газообразование и вздутие живота исчезли жкт в норме стул регулярно правильно оформляется газы без запаха самое главное гонит паразитов вон вот это чудеса волшебство да и только кто бы мог подумать взял на вооружение настоятельно посоветовал маме спасибо а теперь с самого начала о чем я его просил перетислил меня зовут эдуард петрович 74 года рождения детство и юность мои прошли в небольшом таежном поселке республики коми тайга кругом на сотню километров отец был профессиональным охотником была в ссср такая профессия штатный охотник поэтому я вырос на мясе в любом виде медвежатина лосятина зайчатина кабана луходи утки рябчики и прочее рыба грибы ягоды помню пил и свежую медвежу кровь ел струганину сырое замороженное мясо лося сырого хариуса дома гарнир в основном картошка во всех видах очень любил хлеб и кушал его много мог с тарелкой супа буханку хлеба съесть хлеб с пельменями все с хлебом все конфеты мои я единственный сын с рождения был физически крепким и до настоящего времени болел не часто генетика по обеим линиям хорошая со слов родителей был спокойным ребенком занимался спортом всегда и сейчас в школе только первые места 12 лет под руководством отца стал серьезно заниматься боксом выступал до 21 год всегда весовой категории до 75 килограмм при росте 178 см лишним весом никогда не страдал теперь тезисно перечисляю болезни во многим со словом мамы которые ярко запомнились первое когда мне было два месяца сентября октябрь видно продуло на шее справа в нижней части появилось уплотнение как косточка торчит через некоторое время покраснела нарыв прорыв гноя при этом температуры не было вел себя спокойно в больницу не обращались делали повязки с их теволом мазью ранка затянулась а шрам остался на всю жизнь все это произошло около двух недель второе возраст один год два месяца приехал с юга апрель поднялась температура что-то с мочевым пузырем лежал в больнице три недели выписали с температуры врач пояснил что по своему профилю мочевой они вылечили простуда осталась когда выписывали был весь отекший применяли антибиотики долечивался дома или какие-то медвежьи ушки 3 возраст 3 года форункул под коленкой температура положили в больницу делали разрез операцию четвертое возраст 5 лет сильно загнались глаза конъюнктивит какой-то или еще что-то в больницу не обращались мама лечила сама дома пято примерно в втором классе у меня обнаружили плохое зрение выписали очки минус 0 5 безорукость дальнейшем зрение только падала и остановилась лишь в 10 классе в пределах минус 4 левый минус 5 правый глаз несмотря на то что я целый год ежедневно делал гимнастику для глаз ел морковь чернику и тому подобное отмечу что по линии матери и отца вплоть до дедушки с бабушкой у всех зрение хорошее до этого или позже во время игры в снежки весной мне попали ледяным снежком в правый глаз чуть не выбили я целый день не мог его открыть слезился на свет и закрывался потом отошел кроме того хочу отметить что с первого по третий класс учеба давалась очень тяжело постоянно ревел из-за двоек вот это вот ревение из-за двоек вот это уже черта характера на которой вот это вот все дальше пошло пошло и поехало цепляться так сильно переживал и это и это вот это все оставило свой негативный след который надо вывернуть из себя с помощью хотя бы дыхание очищающего полевую форму жизни для меня это был настоящий психологический стресс да и с первой учительницей можно сказать не повезло 4 класса все изменилось окончил школу без строек 6 возраст 14 15 лет начался переходный возраст заболели соски на груди набухли затвердели дело было весной речка была еще холодно а уже жарко потому мы с пацанами купались на лугах больших лужах образовались после спада воды в реке и я застудил свои соски они до сих пор твердые не рассосались поэтому право грудная мышца до конца не сформировалась мышца не отделилась от грудины полностью левая более-менее я об этом никому не рассказывал не придавал значения седьмое в десятом классе весной на перемене пацанами баловались на турнике я повис и попросил одноклассника потянуть меня за ноги слегка хотел подрастянуться чтобы быть выше ростом он сзади обхватил меня за ноги и повис всем телом на мне я в этот момент был расслаблен и мой позвоночник как ниточка по всей длине стал стрелять в каждом позвонке и в конце раздался сильный щелчок можно сказать взрыв аж искры из глаз в области поясницы с тех пор стал испытывать постоянный дискомфорт в области поясницы особенно по утрам пока не расходится то есть произошло смещение со своих насиженных мест правильных мест поясничных там позвонком скорее всего одного там позвонка суставе и все и вот вот эта вот расшатанность вот этого травма которая вот была вот таким вот бездумным способом нанесена она теперь скажется на всю оставшуюся жизнь и в данном случае надо укреплять энергетический каркас для того чтобы все стало на свои места так превращение туловищем хруст в области поясницы никому об этом не говорил ни отцу ни второму тренеру думал пройдет ничего серьезного физики было как грязи так и жил занимался спортом с постоянной болью привык вроде как норма вот видите как норма человек привыкает нет это не норма это все можно вернуть но для этого надо кое-что знать восьмое в студенческом возрасте как-то в поезде подцепил грибок на ноги поспал без носков на казенном белье сначала на большом пальце правой ноги появились прыщики жидкостью внутри которые лопались а кожа затем шелушилась чесалась образовывался небольшой очаг сухой кожи шелушение типа ли шея затем на других пальцах и стопе правой ноги а вскоре и на руках кисти рук в основном правой особенно при весне примерно тогда же зимой или весной был случай когда у меня появились проблемы с мочеиспусканием хотелось часто писать а не мог дискомфорт жени в студенческой поликлинике выписали лекарства помню еще пил настой листьев брусники потом писал и была резкая боль в уретре думаю песочек потом все прошло и больше не повторялось то есть произошел прошел как бы сказать этап активного внедрения болезни в организм и дальше все это стало хроническим вяло текущим как бы сказать вроде как на здоровье не сказывается но тем не менее но в организме есть и тлеет 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 девято со школьных времен при испражнении часто тужился поэтому кишка стала немного выпадать во время процесса потом приходила в норму такая картина наблюдалась до сих пор боли нет это говорит от от неправильного питания в основном допустим если слишком много хлеба все это высыхает и стул становится твердым и надо тужиться чтобы все это вышло со школы стал сильно сутулиться первому костей не было вот наверное все что касается детства и юности самые яркие моменты которые пришли в голову очень надеюсь на вашу помощь в плане совета по дальнейшем пути оздоровления вот как бы сказать вот потихоньку все и началось так что у нас это все идет все так же все тоже был сон у него в это время когда закрыл глаза и тоже картина икра лягушек и сразу мыс а ведь сколько этих лягушек убил в детстве и правда в детстве пацанами из рогатки убивали лягушек по весне когда они размножались гон метали и кровь все это делали но я конечно делал не задумываясь о том что это плохо ну просто в азарте был я сразу очнулся на душе нехорошо стало сейчас об этом жалею хотя до этого никогда об этом не думал и не вспоминал следующий сон заснул я мажу дёгтем очень тщательно ступни ног каждый пальчик в отдельности пятки стоп и так далее смазываю дёгтем живот пупок все как я наяву делаю по ощущениям прошло минут пять-десять когда проснулся прошло оказывается полтора часа сон был довольно глубокий видите как во снах происходит и подсказки значит тут он делал вибрационный ряд вот посмотрим что тут у нас язык и что тут образовалась на пупке вот это вот такая штучка это уже от этого стопы 750 нормальные топы в 22 45 до и после обработки дёгтем посоветовал ему маранцовка слабая то я возможно надо заменить дегтярной водой 2 отмин от него может крепить стул сократить раза в два третье папиллома это патология решила вот так вылезти то есть папиллома на пупке значит проявляется четвертое прибуждение ветра чтобы его устранить в ванной теплым масло втирать в кожу тяга не перевозбуждает остальное полоскать натирать пятое сон извиниться у лягушек основательно это сделать чувством сон о смазывании делать на его также как и там шестой вопрос о правильности так 7 можно попробовать полоскать чесноком горло а также растолочь немного и залить 50 граммами воды например один зубок а потом увеличивать можно использовать имбирь можно использовать через два дня магния сульфат для очищения кишечника теперь о мыслях с детства юности зрелости что особо переживали и как настроениях и прочих мечтах реальности по вспоминайте перед сном и не раз поразмышляйте о своем житие и потом осознанно напишите корень где-то там где-то там это уже совершенно иная работа но на этом мы и закончим хорошо поработали